Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы будем делать макияж новинками косметики Фаберлик. Это у нас с вами It's Clear. У нас тут два оттеночка теней, бронзер. Итак, поехали! Я уже осуществила уход косметикой Green Karma. Я нанесла уже крем поверх еще с SPF. И поэтому сейчас предлагаю начать с салфеточек. Вот так они выглядят. Это матирующие салфетки. Их здесь, девчонки, 80 штук. В обзоре заказы вы видели мой восторг. Артикула нет. Девочки подсказали, спасибо, что подсказали, что ошибка, забыли напечатать. Забыли напечатать, поэтому ищите по названию в поиске матирующей салфетки для лица с зеленым чаем. Или просто матирующей салфетки и вам все выдаст. Сейчас мы немножечко промокнем Т-зону. Совсем чуть-чуть. В принципе, а нет, есть. Все равно есть, потому что ухода было много. Еще поверх крем с SPF. Я сейчас тональниками не пользуюсь. Промокнем с вами Века, потому что будем наносить на него тени. Салфетки, кстати, классные. Сейчас я вам покажу поближе, как выглядит. Я обязательно буду брать еще. Мне кажется, это просто находка, особенно для жирной комбинированной кожи на лето. У меня с наступлением тепла она становится жирной, зимой нормальная. Вот так они выглядят. Смотрите, с такими вкраплениями. Вот такие салфеточки. Классные. Мне очень понравились. Слушайте, я всегда буду носить с собой в сумке. Одни положу дома, одни в сумку, чтобы они у меня везде были. Так, так как у нас с вами тона не будет, сразу приступаем к бронзеру. Вот так он выглядит. Я вам подробные свочи сегодня, девочки, сделаю вставочку. Обязательно при естественном освещении покажу. Да, он не очень похож на запеченный. Он похож на сатиновые тени больше, но это мое мнение. Я, возможно, его как тени тоже буду использовать, потому что оттенок крайне удачный. Куда можно нанести бронзер? Да куда душе угодно, потому что это все на ваше усмотрение. Вообще, можно его даже и как скульптор использовать. Куда угодно. Мы набираем продукт, он очень сильно сразу начинает пылить. Видите, прям очень сильно. Кисточкой очень сильно. Поэтому на запеченный продукт действительно не похож. Прям пылить жуть вообще. Так, я нанесу его вот сюда. Слушайте, он как румяшки можно. Прям вот так. Прям есть оттеночек такой. Причем он освежающий. Он такой освежающий. Мне кажется, достаточно деликатный, но тем не менее, его видно. Видно вам? Прям видно хорошо. Я его, наверное, так и нанесу, потому что куда-то под глазки или еще куда-то нет. Этот продукт точно не подойдет. Нет, его очень хорошо видно, девчонки. Это прям золото, золото. Слушайте, я не белоснежка еще. У меня на лице остатки автозагара. Его видно очень хорошо. Передает вам камера? Прям очень хорошо. Передает, вижу, ага. Поэтому с ним поаккуратней. Немножко вот сюда. Ой, он очень насыщенный. Я прям еле прикасаюсь кистью. Еле прикасаюсь. И он такой прям аж страшно переборщить. Он такой прям мощный. Подтушуем все это дело. Как скульптор вполне себе с блестками. Как бронзер куда-то там под глазки. Он прям вообще огонь. Что мне напоминает из Фольберлик? Даже не знаю, девчонки. Ничего вроде как. Именно такого продукта не было. Он очень мощный. Прям мощный-мощный. Слегка набираем вот это вот сияние. Потому что если его на все лицо наносить, то просто будет эффект сияния. Но это если прям вот так вот слегка, слегка. Эффект загорелой сияющей кожи будет. Если вот у вас получится не переборщить и нанести его на все лицо, то будет именно такой эффект. Вот так продукт наимощнейший. Ну вот как-то так. Так, сейчас сводч при искусственном освещении вам сделаю. Вот так он выглядит на пальце. Видите, как песок прям. Сияние равномерное. Частичек никаких нет. Вот как он выглядит. Так, поехали дальше. Что мы будем делать с вами дальше? Дальше у нас с вами тени. В двух оттенках. Так, артикул бронзера я вам не сказала. Артикул 6274. И оттенки в двух тенях. Одни типа глиттер, назвали их Фаберлик. Другие не глиттер. Но тоже с блестками. Типа глиттер. 5881. Они в таких мятных упаковочках. Вот. А которые типа не глиттер, они в таких голубеньких. Артикул 5876. Так, открываем. Сейчас попробую два эти оттенка сразу использовать. Потому что они очень интересные. Тоже пылят. Пылят прям особенно глиттерные. Глиттерные у нас с вами вот они. И второй оттеночек вот он. Оттеночки очень красивые. Мне нравятся. Так, давайте начнем с вот этого типа сатинового. Не знаю, как их назвать даже. Берем кисточку и буду наносить его на все веко. В принципе, кистью он набирается нормально. Не так выглядит, как глиттерный. Нормально набирается. Пальчиком, мне кажется, вообще будет понасыщеннее. Так, на все подвижное веко и неподвижное наношу. Прям вот так. Этот оттеночек хорошо подойдет еще и как хайлайтер. Слушайте, прям нужно под бровку смело его туда запускать. Очень красивый. Мне нравится. Вот этот оттенок, он тоже освежающий. Что касается морщинит, жует, как некоторые говорят, оттенок века или нет. Они все, в принципе, блестючие, жуют. Но не сильно. Судите сами. Да, вот так. Можно этот оттенок в уголок глаза нанести. Тоже очень красиво смотрится. Можно как хайлайтер, прям нормально вообще. Да, как хайлайтер тоже вполне его можно использовать. Очень выигрышный оттеночек, такой универсальный. Батон у него такой благородный какой-то. И не ржаная, и не розовый, и не коричневый. Да, вот какой-то золотая середина прям на самом деле. Так, на второй век, а то же самое все. Наносим. И он при нанесении не пылит и не осыпается. Я очень удивлена, потому что в Фаберлик тени практически все при нанесении под глаз осыпаются. Таких вот, чтобы сидели как вылитые, практически нет. И в уголочек. Ой, какое сияние красивое. Это знаете какой цвет? Шампань. Вот я бы назвала его шампань. Вот такой вот он. И под бровку. И все сияет здорово вообще. Красота. Так, теперь следующий оттенок. Вот он набирается уже плохо. Смотрите. Он прям начинает сразу пылить. Валится на пол. Видите? Пыль прям жуткая. Все руки, все. Я не знаю. Мне кажется, вот его мокрым способом надо наносить. И на этих тенях он уже не виден. Он поверх этих теней ложится совершенно незаметно. Совершенно. Сейчас я вам сделаю сводч. И мы попробуем мокрым способом. Вот так выглядит оттенок. Видите, что жутко пыли. Да, и здесь есть крупные такие частички, что ли. Вроде, когда размазываешь по руке, но частички все равно видны. Но не так, как на глазах. Вот такая песня. Давайте попробуем пальцем. Давайте попробуем пальцем. Может быть, он будет виден, этот глиттер. Ну да, пальцем уже виден. Пальцем уже века приобретает другой оттенок. Больше такой желтоватый, девчонки. Желтит на глазах поверх того оттенка. Немножко разгладим, потому что он как-то кусками все равно ложится. Знаете, такое же золото. Золото праздничное. Век выглядит вот с ним как раз таким вот прям жеваным. Да? Но блестит. Блестит. Так. Второй глазик. Не знаю, как насчет влажного способа. Надо попробовать. На сухим все валится под глаза, девчонки. Просто. Прям сияшка. Ой, он такой прям ощущается на веках. Нанесла так нанесла. Надо руки вытереть хотя бы. Ощущается причем прилично. В общем, мне вот эти тени понравились больше по качеству. Они реально лучше. Они не так пылят. Они ложатся равномернее. Века с ними выглядит опрятно. А здесь? Ну, не знаю. Сияет-то, в принципе, сияет хорошо. Я вам еще макияж при дневном свете тоже покажу. Сияет-то хорошо. Но как-то вот. Смотрите, какое зажеванное веко. С предыдущим оттенком такого не было, да? Давайте матирующими салфетками попробуем. Излишки. Блин, все лицо в блестках, девчонки. Вообще все. Благо, как бы ее не использует он. Я потом это все дело... Салфетку уберу. Уберу все. Причем в крупных золотых. Так, давайте дальше с вами у меня тут скульптор есть. Нанесем его на нижний веко, чтобы завершить макияж. Потом уже все блестки будем убирать и смотреть итог. Так-то вот оттенок, в принципе, красивый. Сейчас посмотрим, как в завершении будет смотреться. Так. Можно попробовать еще в складку вот этот скульптор, которым я подвожу нижний веко. Оформить. Да, так немножко попрядней смотрится. Блестки потом пойду стирать, потому что полный треш вообще. Будем мокрым способом пробовать. Давайте попробуем засвочить хотя бы мокрым способом. Так, где у меня здесь мокрая тряпочка? Мокрым пальцем набираем. Но уже поярче. Ярче как-то золото больше. Вот он мокрым способом, да? Разница, в принципе, есть. Но все равно оттенок красивый, но в душу не запал. В душу первый запал прям вообще конкретно. Дальше у нас с вами подводка. Рисую стрелку. Точнее, больше даже межресничку. Черная. Я очень люблю коричневую рисовать фаберликовским лайнером, но он уже начал подсыхать и плохо рисует. Поэтому здесь у нас будет с вами черная. Ну, по теням, по этим нормально рисует. В принципе, нареканий нет. Блин, ну лицо, не знаю, передает вам камера или нет. Все, блеск. Просто все. Одна готова. Я быстро уже рисую стрелки. Я приноровилась, девчонки. Иногда, конечно, с косяками. Не без этого. Как рука дрогнет. Да. Как следует, возле ресничек прорисовываю. Сама стрелка, она как бы не так важна. Так, вроде одинаковые. Вот пока как это выглядит. Тушь будет, конечно, фест-класс. До сих пор часто в комментариях возникают вопросы, какая у вас тушь на ресницах. Это фест-класс, девчонки. 53, 72. Коричневая тушь. Самая крутая на данный момент пока для меня фаберлик. Все, что нужно, я от нее получаю. Удлинение и подкручивание. Все, все, все. Крашу обычно два слоя. Вот таким образом. От самого основания веду вверх. Я смотрю, у девчонки все вообще по-разному красят ресницы. Ну, во-первых, я крашу всегда двумя руками. Для меня дико, что люди красятся одной рукой. То есть одной рукой правой. И правый глаз левый будет для меня дико. Но я вообще изначально была левша. Переученная вправо. Вот прям несколько легких прикосновений уже. Вот какие реснички. Тушь, фест-класс великолепный. И нижний, конечно, тоже прокрашиваю. В общем, сейчас накрашу и вернусь. Тушь в один слой. Тушь в два слоя. Ну, вот, в принципе, и все. На губки у нас с вами пойдет праймер из Доли Вест. Обалденная штука, девчонки. У меня еще второй в запасе есть. Он изумительно выравнивает губки. Смотрите, вам должно быть сейчас видно. И придает еще легкий оттеночек. Высветляющий. Сейчас сразу губки ровные-ровные. Красота. Да? Ну, вот такой у нас с вами макияж получился. Осталось убрать все эти излишки золота с глаз. В принципе, красиво. В принципе, свежо. В принципе, здорово. Мне нравится в целом. Приловчусь обязательно как-то пользоваться эгелитером. Но сейчас как-то время прошло. И с подводкой век, в принципе, не сильно зажеванное. Да, девчонки? Напишите. Сейчас покажу вам еще при дневном освещении слотчи и макияж. Мои хорошие. Смотрите на макияж при дневном освещении. Вот так он выглядит. Вот так выглядят тени. То есть вверху у нас здесь вот эти вот сатиновые. А по подвижному веку уже идут другие, да? Бронзер, блестки. Я думаю, вы можете на моем лице рассмотреть тоже. Да? Все видно. И сводчи. Посередине у нас с вами бронзер. Внизу у нас с вами оттеночек первый. И второй мокрым способом. Красивые оттенки. Красивые, выигрышные. Много кому подходит. Ну, а на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, обзор был вам полезен и интересен. Если это так, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Фаберлик до сих пор дарит денежки новичкам. Обязательно пишите, что из новинок декоративочки вы уже попробовали. Очень интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok